Священная земля, на которую хочется вернуться. Жители Люберец и столицы отправились в паломническое путешествие в Дивеево. Участниками тура выходного дня стали и мои коллеги. Боже, Родица, Дева, радуйся, благодатная Мария Господь с тобою. В Новый год с новыми мыслями и впечатлениями. Своё новолетие Ольга Дрожжина встречает в путешествии по святым местам. Поклониться мощам преподобного Серафима Саровского и окунуться в источник знаменитого иеромонаха – лучший подарок в день рождения для православной. Заходить вообще не страшно, не холодно, просто идёшь с ощущением чистой дороги, верный путь. Когда-то на правом берегу речки Саровки жил и принимал паломников прозорливый старец Серафим. По легенде, в ближнюю пустыньку к нему приходили по 2000 человек в день. Народное предание хранит много историй о чудесных исцелениях. До сих пор Дивное Дивеево остаётся одним из самых посещаемых духовных центров православного паломничества. Вода, дай добра во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вода для православных христиан – символ жизни и духовного очищения. Но в обитель приезжают не только ради святых купелей. Дивеево – это исторический и архитектурный памятник. Четыре места на земле Пресвятая Богородица взяла под своё особое покровительство. Одно из них – Серафима Дивеевский женский монастырь. В четвёртый удел Богоматери у каждого богомольца свой путь. Я просто, ну, можно сказать, поставил перед фактом супругу, конечно. Я пришёл с работы и сказал, нам надо срочно в Дивеево. Прямо завтра собираемся. А куда? Я говорю, в Дивеево. В Свято-Троицком Серафима Дивеевском монастыре находятся великие святыни. Святая Канавка – излюбленное место паломничества. Святой Серафим говорил, что Канавка до небес высока. Здесь ходила сама Царица Небесная. Было даже дивное исцеление молодого человека, который не знал ни одной молитвы. Он попал в автокатастрофу и попросился ночью пройти по Канавке. И когда он уже дошёл до конца её, то он выбросил в сторону свои костыли и стал кричать «Аллилуйя!». Главная святыня Дивеевской обители – мощи святого Серафима Саровского. В Троицком, главном соборе монастыря, бережно хранят и вещи святого. Екатерина и Константин, впервые попав в Дивеево, сразу поняли – обязательно вернуться на священную землю не раз. О красоте намоленных благодатных мест рассказали друзьям. Желающих набрался целый автобус. Так появилась идея организовать тур выходного дня. Этого достаточно, чтобы вырваться с рабочей суеты, провести эти два замечательных дня и также комфортно в автобусе вернуться домой. Благочестивость, прикоснуться к очень многим местам. Ощущаешь силу, ту силу, которая есть в тебе и в этом храме, в соединении с Богом. Внуковеченский собор по отделке очень красивый, внутренний, мозаик. Здесь везде роспись в этих соборах, а так мозаик. В программу «Туры выходного дня» входит экскурсия по Серафиму Дивеевскому монастырю, посещение святых источников. Для путешественников организуют мастер-классы по приготовлению полезных блюд в экопосуде с дегустацией и тренинг по укреплению иммунитета. Но главное в путешествии – это новые знакомства и общение в кругу единомышленников. У меня был день рождения, да, и группа спела мне песню, моя любимая Анна Герман, «Эхо». Как они угадали, что это моя любимая песня, у меня прям мурашки по коже пошли. Очень красиво ребята спели, очень душевно, я это никогда не забуду. У меня такая благодать на душе, такая радость. Вот как солнце сияет сейчас на меня, вот у меня такое в душе сейчас творится. Ехали сидя в тесной компании, но вот какое-то тепло чувствовалось внутренне. Впечатляет сама атмосфера, сама энергетика этого места. Мне все понравилось, как организован этот тур. Само впечатление, как будто у меня открылось второе дыхание. Дивеевские святыни окружают заповедные леса. Кажется, вдали от суеты мегаполисов бег времени замедляется. Голоса становятся тихими, разговоры неторопливыми. Самое время поразмышлять о своем пути в бесконечной Вселенной.